Друзья, всем привет! Это канал о недвижимости и строительстве ВДТ. Я Алексей Аверьянов. Сегодня вас ждет увлекательнейший обзор по дому в современном стиле. Мы пройдемся, как обычно, по всем основным помещениям. Я каждый раз вам пытаюсь показать что-то новенькое, и в этом доме это тоже обязательно будет. Краткие характеристики проекта. Основной дом – 968 квадратных метров, плюс еще дополнительная постройка 107 квадратных метров. В доме есть большая гостиная площадью 102 квадратных метра, 6 спален, каждая со своим гардеробом и санузлом, большой мастер-блок на 173 квадратных метра, спа-комплекс с переливным бассейном, сауной, хамам, ледогенератором и тренажерным залом. Два гаража на 4 машиноместа и помещение для обслуживающего персонала. Выпуск будет в качестве 4К с использованием FPV-дрона. В общем, как вы любите. Ну что, готовы? Поехали! It's interior time. Дом в современном стиле, огромное количество витражного остекления, шикарнейшая гостиная. Камин, но он не дровяной. Это бассейн. Друзья, заходим на участок, он площадью 29 соток, а находимся мы, кстати, на Рублево-Успенском шоссе, 17 километров от МКАД, это Солославо. Основной дом очень удачно посажен. Вообще, участок сам очень правильной формы. Получается так, что остается место и спереди дома, и еще большой бэк-ярд. Сюда у нас встает спокойно несколько гостевых машин, два ряда, плюс сам гараж, в который мы обязательно тоже еще попадем. Дом я вам потом еще покажу на плане. Он имеет форму буквы «Н» и получается два крыла. Одно крыло и второе крыло. И центральный вход у нас прямо посередине. Вы часто спрашиваете меня о вопросах, связанных с конструктивом дома. Я не так часто об этом говорю, потому что мы показываем в основном дома уже в финальной стадии, которые уже отделаны под ключ, а иногда даже полностью меблированные, или даже в которых проживали. Но сейчас я немножко остановлюсь на этом. Здесь использован ленточный фундамент высотой 1,80 м. Представляете, я 1,82 м, и вот ровно такой уже ленточный фундамент там внутри под землей. Дальше идет плита 400 мм, то есть 40 см, огромная плита, на которой держится весь дом. Весь бетон, который использован при строительстве дома, марки М-300. Сами стены — это двойной кирпич по 250 мм, то есть 50 см сама стена, и еще утеплитель 100 мм. Вообще мы сторонники того, чтобы тоже дома в этом премиальном сегменте строить именно из кирпича, и даже не из керамических блоков, и уж тем более не из газосиликатных блоков. Так как у нас очень консервативная аудитория, им крайне важен этот момент. И при этом еще сама стоимость материала, если взять вообще всю стоимость земли, дома, отделки, она там будет отличаться не сильно много. Но зато для покупателей в будущем и для долговечности дома это очень важно. Плюс здесь использован вентилируемый фасад, то есть есть подсистема, которая крепится очень хорошо как раз к кирпичу, и на нее установлен керамогранит. Помимо керамогранита еще использована лиственница. У самого дома отсутствует соколь, то есть все сделано вровень, и как раз за счет того, что использован вентилируемый фасад, это все не гуляет, и можно практически в несколько миллиметров уместить отмостку и саму стену. Что касается окон, то они здесь алюминиевые, и по всему дому огромное количество витражного остекления. Очень многие помещения от этого сильно выигрывают. Много света попадает в дом. Давайте теперь обойдем дом вокруг и посмотрим на задний участок. Отсюда открывается отличный вид на участок, и по периметру видно, как высажены очень высокие туи. Сделана определенная терраса из-за того, что здесь был небольшой уклон, но при этом весь участок выровнен, и задний двор в единой плоскости находится. Нам очень нравится, когда в таком минималистичном доме такой же минималистичный задний двор. То есть, по сути, это один сплошной газон, туи по периметру, и дальше уже в фантазии будущего собственника, что из этого можно сделать. Терраса имеет ограждение из стекла. Очень здорово, потому что как раз мы не закрываем вид на участок. У них минималистичные крепления, на которых все это держится. Плюс еще и стекло по бокам у лестниц для безопасности. Сама лестница выполнена из натурального камня. Выглядит красиво, и получается, что мы немножко опустились. Вот он перед нами, весь наш красавец. Основные помещения этого дома как раз выходят на участок. С одной стороны, мы можем видеть, что юг у нас с той стороны, а значит, это северная часть участка. Но участок достаточной глубины, и здесь очень даже комфортно, несмотря на то, что это северная часть. И это даже здорово, потому что основное фасадное остекление выходит на северную часть, и дом не будет перегреваться. Здесь действительно на участке большой простор для фантазии, но то, что уже сделано застройщиком, это прекрасное патио. Оно немножко, конечно, в стороне от дома, но зато оно правильной формы, большое по площади, с навесом. Сюда выведены все коммуникации, вода, канализация, электричество. Здесь можно сделать кухню. И чтобы можно было увеличить срок пребывания на этой террасе, можно еще дополнительно сделать остекление, плюс вывести инфракрасный обогреватель. Стоит отметить, что на участке выполнена вся инженерная подготовка, есть работающий дренаж, выведена система под автополив, и сделана подсветка деревьев. На верхнем ярусе тоже остался еще небольшой кусочек земли. Вот, тоже очень приятный участок, который можно будет дополнительно под что-то задействовать. Мне кажется, что если будет семья с детьми, отличное место для детской площадки. Дополнительное строение, 107 квадратных метров, там гараж на два машины места, помещение для персонала и котельная, обязательно в него попадем. It's interior time. Друзья, хочу попробовать новый формат. Я такого никогда еще не делал. Перед обзором показать вам тот маршрут, по которому мы пойдем. К каждому дому, где мы занимаемся управлением продажей, мы делаем планировки в нашем фирменном стиле. И мы их размещаем в процессе обзора, но они очень маленькие. И нужно всматриваться, и это немножко напрягает. Поэтому сейчас я вам расскажу весь маршрут, и вы уже себе будете его представлять. Вот мы сейчас зашли у главного входа, и находимся у этой стенки, где находится лестница. Дальше мы посмотрим гостевой санузел, гардеробную. Перейдем в гараж, посмотрим это помещение, все технические помещения. Здесь есть еще один санузел, дополнительная комната для персонала. Обсудим там вопросы, связанные с вентиляцией, хозяйственная кухня. Дальше попадем в кухню-гостиную. Подробно расскажу вам про кухню, про саму гостиную. Дополнительно еще одна уютная гостиная, я ее так назвал. Дальше посмотрим гостевую спальню и перейдем в зону спа, которая состоит из бассейна, хамам, сауна, дополнительно санузел и тренажерный зал. Дальше поднимемся на второй этаж, где я вам покажу сначала все второстепенные спальни, начиная с этой по центру дома. Дальше посмотрим три спальни в левом крыле. Перейдем, обратим внимание на кабинет, и посмотрим целый хозяйский блок, который находится в правом крыле. Это хозяйская спальня, ванная, огромная гардеробная комната и комната отдыха в хозяйском блоке. И дальше еще вам покажу гараж с домом для персонала. Здесь гараж еще на два машины места, небольшой тамбур, кухня, две спальни, ванная и котельная. Ну что ж, как говорится, дорогу осилит ведущий. Начинаем с гостевого санузла, находится он за этой дверью. Удивительно сделали. Посмотрите, какой он светлый, с панорамным окном. Но здесь находится только большая напольная раковина от компании NK Porcelanosa. Мы ее уже, кстати, встречали. Это представитель элитной сантехники, элитного бренда испанского. А за отдельной дверью, заматированным стеклом, писсуар и унитаз. Очень удобно. Гостевой санузел максимально удален от всех жилых зон, то есть он не просматривается, и при этом он сразу находится при входе. Здесь же находится гардеробная. Она расположена за дверью со скрытой коробкой. Как будто бы маловато места, да? Но это на самом деле иллюзия, потому что расположена здесь также еще и дополнительная pocket door, которая уезжает в стену, зеркальная. И там еще одно помещение, то есть очень можно много расположить по периметру одежды. То есть сами помещения небольшие, но очень-очень вместительные. Плюс решение, которое мы уже не первый раз встречаем, это дверь, которая является еще и зеркалом для того, чтобы можно было на себя посмотреть перед выходом. И хочу, кстати, обратить внимание на то, что здесь выполнен шпон натурального дерева. И я такого дерева еще нигде в отделке не встречал. Мне интересно, а вы сможете догадаться, шпон какого дерева использован в этих панелях и в двери? Напишите, пожалуйста, в комментариях, я к каждому из вас отвечу, угадали вы или нет. А теперь давайте пойдем и посмотрим, как можно попасть в дом вторым способом, более частым. Когда мы приезжаем на машине. Просторный гараж на два машиноместа с нашими тоже любимыми воротами фирмы Херман, светопрозрачными. Много места, спокойно располагаются два огромных джипа здесь, и можно будет легко открывать двери. Гараж, кстати, очень стильный в таком технологичном дизайне. Различные оттенки серого. И то, что мне очень нравится, здесь уже выполнена мебель для хранения каких-то дополнительных инструментов, вещей, которые нужны для ремонта машины мелкого. Обязательно раковина, которая также здесь находится, чтобы руки помыть или что-то еще. Плюс столешница, то есть можно какой-то мелкий ремонт на ней делать, использовать ее как верстак. Сверху установлена система приточно-вытяжной вентиляции. Она работает по всему дому. Это одна из установок, которая работает на сам дом. Еще одна установка есть, которая работает на бассейн. В гараже есть, естественно, дополнительный вход для обслуживающего персонала. Или просто выход на улицу. Как раз он ведет в сторону, где и находится домик этого обслуживающего персонала. Ну и дополнительный вывод еще под полив. То есть можно выводить на улицу, но тогда нужны специальные краны, которые могут зиму пережить. Здесь это все в контуре помещения, поэтому на зиму не надо ничего отключать, сливать. И всегда есть возможность подключить шланг и вывести его на улицу. Очень удобно. При выходе из гаража есть еще один санузел. Тоже очень удобно. Например, если вы с водителем, то это место для него. Ну и это удобно и для хозяина, который тоже приехал, здесь руки помыл, чтобы не идти до гостевого санузла и может пройти уже в жилую зону. Кстати, очень крутая логистика, потому что гараж связан напрямую с технической кухней, которую мы увидим, и с самой кухней. То есть все покупки напрямую несем, не проходя в холл на кухне. С этой стороны несколько помещений. Это помещение постирочное. Здесь установлены тоже все выводы воды, канализации. Собственно, сюда можно будет уже аккумулировать все грязное белье. Есть дополнительные входы из каждого из помещений для обслуживающего персонала. То есть вы сюда все это принесли. Обслуживающий персонал здесь все это помыл, погладил. И готовое чистое белье дальше уже можно распределять по дому. Здесь еще два дополнительных помещения. Это может, кстати, использоваться тоже как какое-то помещение для персонала, имеет свой вход. Но сюда, например, вывели управление вытяжками в доме. Очень удивительно то, что я тоже нигде еще не встречал. Каждый контур вытяжки отдельный. То есть в каждом санузле, в гардеробной, там, где необходимо, собственно, забирать грязный воздух, идет отдельный контур, и он управляется здесь. То есть можно его настроить так, чтобы правильным был воздухообмен. Здесь же идет и управление приточной вентиляцией. В соседнем помещении оно небольшое. Можно использовать как небольшое техническое помещение, какой-то тоже небольшой склад. Вот здесь основные электрические шкафы. Тоже очень удобно, когда это вынесено в техническую зону. И последнее техническое помещение, которое расположено в этой части, это так называемая Chef's Kitchen или техническая кухня. Идеальная, как мне кажется, с точки зрения того, что с двух сторон мы расставляем всю необходимую мебель, всю необходимую технику, есть свой отдельный вход. Все это за дверью, то есть никакие запахи, ничего не будет проникать в жилую часть. И то, что вы мне часто пишите в комментариях, что Chef's Kitchen обязательно должна быть оборудована газовой плитой. Здесь предусмотрели возможность подключения газовой плиты. А теперь давайте посмотрим основную кухню. Здесь находится дверь, которая разграничивает технические помещения и жилое пространство. И давайте теперь посмотрим основную кухню. Только вы, пожалуйста, туда пока не смотрите. Сейчас давайте я вам расскажу про кухню, а потом уже пойдем в гостиную. Кухня, посмотрите, какая минималистичная, собственно. А где готовить, друзья мои? Очень интересное решение. И мне очень нравится, когда есть возможность кухню и все основные там мойки вот это все скрыть. Сделано это благодаря вот такой фурнитуре. Одна часть. И вторая часть. Все это аккуратно прячется. Очень ровненько, все здорово. И появилось пространство для готовки. Плюс дополнительно еще естественный остров. На нем находится варочная панель. Специально сделали встроенную вытяжку, чтобы не загромождать пространство. Вот эти все вытяжки, которые с потолка свисают, естественно, будут портить вид в сторону витражного остекления. И мне, кстати, в комментариях писали, что вот такая вытяжка, встроенная в варочную панель, а это, кстати, фирма Элика. И сама система называется Tesla Aspiration System. Она достаточно эффективная. То есть у тебя здесь кастрюля стоит, и эта вот штука настолько сильно всасывает, что прям весь там дым отсюда вот уходит вовнутрь. Но в обычных системах стоит внутри просто фильтр, и этот воздух, фильтруясь, попадает обратно в помещение. Но застройщик здесь пошел дальше. Он провел… Давайте я вам покажу отсюда. Вот посмотрите, здесь воздуховод, который идет вниз дальше в стяжке пола, выходит на улицу, по фасаду поднимается наверх. Очень классное решение. Давай посмотрим, как она вообще работает. Без проблем. Давай, конечно. Здесь есть девять уровней скорости. Вот на максимум поставим сейчас. Прям засасывать неплохо. Индикатор. А, ну давай, да, собственно. Во как. Мощная штука на самом деле. Так, выключаем. Из техники наша тоже любимая Куперс Буш духовка. Посудомоечная машина. Холодильник с морозилкой Липхер. Но он всего один, потому что, естественно, все остальное можно хранить уже в технической кухне. Кстати, сама кухня, вот эта вот выполнена из шпона. Здесь уже используется грецкий орех. С этой стороны два больших ящика. Выдвижной для столовых приборов. Нижний ящик. Вот такая еще секция выдвигается. Можно различные приправы поставить, бутылочки какие-то. И витраж, где можно расставить уже свою посуду с подсветочкой. С затонированным стеклом, то есть не так сильно бросается в глаза. Тоже мне очень нравится такое решение. На этом, кстати, остров не заканчивается. Здесь еще дополнительная столешница, которая может быть использована как барная стойка или место для завтрака. И здесь выход на улицу. Как раз было бы удобно именно в этой части организовать барбекю-зону. К сожалению, нет стационарного навеса. Но, во-первых, его можно либо сделать, пристроить к дому, либо сделать выдвижную маркизу. Друзья, я знаю, что вам не терпится развернуться и все-таки посмотреть на самое главное помещение этого дома. Шикарнейшая гостиная. Высота потолков 8 метров. Пожалуй, это самые высокие потолки из всех домов, что мы снимали. Здесь можно устраивать балы. Можно даже, наверное, роллер-дром устроить. Тёма, у тебя, кстати, нет случайно роликовых коньков? Тебе какие? Белые, черные? Давай черные. Черные? Держи. Оп, раз, два. Слушай, ты волшебник вообще. Ну-ка, давайте попробуем. Ребят, по-моему, это происходит первый раз, чтобы в дорогом доме за сотни миллионов рублей можно было покататься на роликовых коньках. Блин, шикарно вообще. Друзья, просто потрясающее ощущение от этого пространства. Понятное дело, что здесь расставится мебель, но когда здесь будут диваны, стол обеденный, здесь будет еще, наверное, уютнее и прекраснее. Конечно, уже на роликах не покатаешься, но тем не менее. На полу керамогранит. Кстати, весь керамогранит, который внутри дома, это производство испанской компании «Порцеллоноса». Успели, слава богу, закупить, заказать. Помимо теплых полов под окнами находятся внутрипольные конвекторы и, конечно, вот эти потрясающие витражи. Здесь аж три витража. Это структурное остекление, смотрят они на три разные стороны. Очень много воздуха, света. При этом вы помните, что это северная часть, и вот сейчас только-только солнышко начнет сюда заходить, и где-то вот там будет закат. В окнах установлено мультифункциональное стекло. Мульти – это потому, что оно, с одной стороны, не впускает сюда ультрафиолетовые лучи, и дом не перегревается, а с другой стороны, оно не выпускает тепло наружу. Это для домов с таким большим остеклением очень важно. И еще обратите внимание на эту стену. Очень недорогим решением за счет таких светильников удалось ее декорировать. Иначе, конечно, было бы просто белое сплошное полотно. Но вот мы делали вечернюю съемку, выглядит просто волшебно. Здесь же установлен камин, но он не дровяной, а газовый. На эфире он работает, специальная жидкость туда заливается. Нажимаешь на кнопочку, не надо заморачиваться. Он сам через какое-то время, буквально две минуты, и разгорится. Здесь, кстати, можно регулировать пламя. Вот кнопочки можно сделать побольше, можно сделать поменьше. Я вообще скептически относился к каминам, потому что я люблю запах дров, дыма, и вот люблю, собственно, заниматься розжигом. Но, кстати, вот эта модель мне очень даже понравилась. Она вполне для этого интерьера подходит. И подходит в основном тем, кто как раз не хочет заморачиваться с дровами. В этой части у нас ТВ-зона. То есть можно поставить огромный телевизор, как раз будет напротив дивана. Рядом с диванами находятся еще встроенные в пол розетки в этой части и в той части дома. То есть можно будет дополнительно поставить какой-то торшер или зарядку для телефона. В принципе, уже сейчас достаточно стандартное решение. И нравится мне то, что есть очень много мест хранения. А то часто бывает так, что вот есть ТВ-зона, а дальше там просто никуда ничего не положишь. Вот здесь поместится достаточно много различных вещей. При этом минимализм сохранен. Еще можете обратить внимание, здесь сделаны электровыводы под приводы штор. Они сделаны на серединном уровне и на самом верху. То есть можно рассчитать и придумать здесь абсолютно разные сценарии. Естественно, такой высоты шторы вряд ли ты будешь двигать руками. И нужно делать это при помощи электричества. И для управления шторами все это выведено уже в эту часть дома. Конечно, не с первого раза можно будет запомнить, какая кнопка за какую штору отвечает. Но я думаю, что с течением времени собственники, естественно, привыкнут. Если вам вдруг вот это пространство все надоест, да, и вам захочется побольше уюта, здесь есть еще одна дополнительная. Я ее назвал «Уютная гостиная». За раздвижными дверьми, которые могут быть как открыты… Вот здесь две створки с каждой стороны. То есть можно полностью это пространство объединить, а можно его разграничить. И здесь образуется вот такая уютная гостиная. По визуализации стоит много кресел. Опять же, тоже выход на улицу с этой стороны. Можно выйти на террасу. Кстати, хочу отметить, что ту террасу мы видели, да, которая больше подходит для барбекю-зона, это более такая тихая, релакс-зона. Летом как раз очень здорово, потому что здесь тенечек. Очень приятно здесь находиться. И мы, получается, ограничены двумя крыльями вот дома. С задней стороны зеленый участок. Очень приятное место. Многие жалуются на то, что как раз гостиная часто объединена с кухней. Но вот для этого и создано вот это помещение, которое мы можем сейчас обратно закрыть. И посмотрите, как здесь будет уютно. С этой стороны раздвижные двери. Здесь распашные. Так вот все закрыли. Очень классное, уютное место. Нам не мешают те, кто находится в гостиной. Можно даже какой-нибудь, не знаю, сигарный клуб здесь организовать. Двигаемся дальше по маршруту. И у нас на пути гостевая спальня, которая находится на первом этаже. Это единственное помещение на первом этаже, где используется уже деревянная инженерная доска. Что для гостевой спальни абсолютно уместно. Собственный выход на террасу. Большое помещение. Вставится сюда кровать, сюда вешается телевизор. И даже это помещение тоже имеет свою гардеробную и санузел. За этой дверью небольшая гардеробная комната. И светлый компактный санузел, отделанный здесь и керамогранитом. С этой стороны тоже керамогранит под дерево. Так сделана душевая кабина. Очень интересное решение. Встроенный свет, две полосочки, здорово. И на полу очень аккуратно выполнен уклончик в ту сторону, и там уже скрытый трамп. С недавних пор я начал вставлять в описание к выпускам ссылку на объекты, которые находятся в продаже. Но даже если они и будут уже проданы, то все равно эта ссылка останется. Это речь идет про сервис Home Hunter, который мы сейчас активно развиваем. И в описании сейчас можете зайти по ссылке и увидите полностью информацию по этому объекту. Со всеми фотографиями, описанием, с подробными планировками. Так что обязательно заходите и начинайте уже пользоваться этим сервисом. Так, спа-зона просто шикарнейшая. Очень много тоже остекления. Бассейн переливной. Здесь по краям вместо вот этих некрасивых пластиковых решеток сделали белые камушки мраморные. Очень красиво смотрится. Мне сначала показалось, что вот этот синий цвет не совсем в тему. Но на самом деле, когда я уже потом посмотрел это на фотографиях, особенно с подсветкой… Кстати, давайте проверим, как это выглядит со светом. Здесь установлены RGB-светильники, то есть они каждый раз включаются разным цветом. И все это в совокупности с каменным шпоном на стене, тоже, который переливается разными цветами и всегда есть какое-то это сочетание. Причем под разным углом разный цвет можно здесь увидеть. Каменным шпоном отделана эта стена и небольшой кусочек этой стены. Здесь еще есть вставки световые, плюс еще мох. Стабилизированный мох, кстати. Я раньше его называл сублимированный. Нет, это стабилизированный мох. Как-то он уходит уже из интерьера, но не знаю, здесь, мне кажется, тоже абсолютно уместно и очень круто смотрится. Ну и наш традиционный, давайте измерять бассейн. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять метров. Отлично. Любой бассейн – сложное техническое сооружение. Здесь, например, есть и водопад, и противоток. И, конечно же, все оборудование нужно обслуживать. И в данном случае сделали техническое подполье с люком, который открывается вот таким образом. Я думаю, что для демонстрации вполне достаточно. В помещении, кстати, там можно еще и что-то складировать. А вот, ну-ка, давай сюда. Кстати, изначально сделали решетки, но собственнику не понравилось, и решили сделать камушками. Так выглядит действительно гораздо лучше. Противоток мощностью 7,6 метров кубических в час. Не знаю, много это или мало, но, собственно, можно будет в дальнейшем опробовать. И там такая кнопочка красненькая. Его уже, когда находишься в воде, можно будет включить. И из дополнительных, так называемых, водных аттракционов – водопад, естественно, включается из воды. Ну вот, я сейчас залезу, чтобы вам показать. Так, ну что, с этим все понятно. Очень мне нравится, когда при бассейне есть еще и пространство для зоны отдыха. Собственно, ты пошел в сауну, потом прыгнул в бассейн, и есть место, где посидеть. Здесь можно расставить мягкую мебель, организовать такую лаунж-зону. Сделаны еще колонки, встроенные в потолок, то есть можно слушать музыку. Шикарно. Плюс какое-то место еще дополнительно разместить, там, не знаю, полотенчики там. А может быть, даже какой-то, не знаю, чайник поставить, чтобы можно было чай попить. Друзья, еще, кстати, у меня к вам вопрос. Во многих домах мы видим, применяют керамогранит и матовый, и глянцевый. Здесь в большей степени он глянцевый. Часто вижу в комментариях, что кому-то это не нравится. Не знаю, мне, например, в определенных домах, в частности здесь, очень даже нравится. То есть дополнительное отражение такое и некий лоск. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы относитесь к использованию глянцевых покрытий напольных. Кстати, забыл сказать, что и бассейн еще облицован специальной плиткой с нулевым водопоглощением. То есть никакая вода через плитку не проходит. Борта бассейна имеют противоскользящие элементы и еще удобный желоб, который называется рукохват. То есть когда-то в бассейне очень легко схватиться и удержаться. Как я уже говорил, это не просто бассейн, а целый спа-комплекс. И я вам хочу показать то, что еще не показывал ни разу. Друзья, это ледогенератор. Стоит такой аппарат, из него выходит трубка. Нажимаешь на кнопочку, и, соответственно, постепенно падает лед. Лед вот такой, не кубиками, а специально, чтобы можно было им натираться после сауны, или в самой сауне, или взять с собой это в тазик, в хамам. Мне кажется, очень приятно так зашел. Очень приятно, когда у тебя само тело, например, в горячей температуре, не знаю, плюс 100, плюс 90, а лицо в холоде. Вот так раз. На что только не пойдешь ради вас, дорогие зрители. В самой чаше имеется слив в канализацию. То есть это все потом растает и спокойно сольется. Еще дополнительно на тумбе сделали слив. Иногда лед переваливается, и здесь тает. Поэтому здесь небольшой окончик идет, и все тоже сливается. С этой стороны у нас сауна, отделанная канадским кедром. Потрясающий запах просто вообще. Угловое окно, большая мощная печка. Отсюда видно чуть-чуть улицу, чуть-чуть видно бассейн. Даже отсюда через помещение бассейна видно задний двор. Здесь, к сожалению, разбилась дверца стеклянная. Но ее сейчас перезакажут, и, естественно, это помещение полностью закрывается. Хамам очень просторный, очень светлый, тоже за стеклом. Посередине раковина подогреваемые полки. И посмотрите, какой интересный шланг. Мне кажется, с таким шлангом можно целый душ шарков устроить. И на удивление очень удобная душевая зона. Она и по дизайну очень классная. То есть здесь используется керамогранит под дерево, серые цвета. Ну и здесь можно устроить такой прям трактический ливень, не то что даже дождь. Обычный душ. Ну даже, в принципе, и створка здесь никакая не нужна, потому что ничего отсюда не будет разбрызгиваться. И при спа-комплексе есть еще одно помещение. Но прежде чем мы в него попадем, покажу вам еще санузел свой собственный. Тоже очень стильно сделанный. А это свой тренажерный зал. И мне безумно нравится то, что тренажерный зал сделан на первом этаже. Мы часто видим тренажерный зал в цокольном помещении, на мансардном этаже. Но мне кажется, до туда люди просто не доходят. А вот когда он на первом этаже, есть хотя бы шанс, что им действительно будут пользоваться. Очень здорово. Панорамный вид на переднюю фасадную часть участка. Много зелени, травы. Можно выйти во двор. Можно дополнительно поставить еще какие-нибудь тренажеры уличного типа. Там, не знаю, турничок тот же. Повесили большое зеркало сюда. Все, что нужно для тренировки помещения и пространства, достаточно. Давайте также еще посмотрим, что находится за этой дверью, раз уж мы во все помещения пытаемся всегда попасть. Здесь у нас установлена вентиляционная установка, вторая в этом доме. Она используется для помещения бассейна. Там, естественно, повышенная влажность. И в помещении бассейна нужно эту влажность уменьшать, в отличие от дома, где, наоборот, стоит увлажнение воздуха. В доме используется адиабатическое увлажнение по всему дому. То есть в установке есть специальный сотовый барабан, так называемый. Сделан он из специального материала, через который прогоняется воздух, и он получает определенный уровень дополнительного увлажнения. Это, кстати, парогенератор Harvia для хамам. Сюда добавляется специальная жидкость, которая ароматизирует пар в помещении хамама. То есть можно выбрать для себя любой приятный аромат. Друзья, я смотрю огромное количество роликов с обзорами наших зарубежных коллег, потому что там можно почерпнуть классные идеи и для точечного девелопмента для наших домов, в том числе и идеи для того, как делать обзоры по домам. И я знаю, что кто-то из вас тоже смотрит такие ролики. Речь идет и про Энаса Елмазера, и про Эрика Коновера, и продюсер Майкл. В общем, я собрал для вас полный список всех основных каналов с обзорами классных домов, которые я смотрю. И советую вам тоже, если есть возможность, подключиться и посмотреть. Тем более, что в Яндекс.Браузере уже доступна функция перевода на русский язык в онлайне. То есть вы смотрите, и сразу идет звуковая дорожка на русском языке, если вы английский не знаете. Все это у меня есть по ссылке на моем телеграм-канале. Кстати, обязательно зайдите на него, тоже подпишитесь. Там неимоверное количество полезной информации. Ссылка в описании. Прежде чем мы поднимемся на второй этаж, расскажу вам про лестницу. Дизайнеру удалось здесь сделать очень интересную композицию. Одна стенка отделана каменным шпоном. Материал, который очень часто здесь, в этом доме, используется. В данном случае это такой темный антрацитовый цвет. Кстати, вот здесь можно увидеть, какой толщины, собственно, эти панельки. Вот они, совсем тоненькие, буквально 3 миллиметра всего навсего. А с этой стороны сделали шпонированные стойки высотой как раз 8 метров. В два этажа они идут. И шпон как раз из того же материала, о котором я уже говорил. Если вы еще вдруг не написали свое предположение, напишите прямо сейчас. Сама лестница не очень широкая, но за счет того, что много окон и сами ограждения еще из стекла, выглядит она воздушно и шикарно. Белого цвета. Из чего, кстати? Не знаю, какой-то искусственный, походу, какой-то искусственный камень. Не знаю, что это такое. Но металлический каркас в любом случае. Ограждение сделано из стекла Crystal Vision. Можно по торцу увидеть, что оно черного цвета. То есть нет оксидов железа, и оно не дает вот эту самую синеву. Это, кстати, российского производства. К сожалению, стекло OptiWhite от производителя Pilkington ушло из России, поэтому пользуемся российскими аналогами. Шикарное стекло можно вполне использовать для таких целей. Второй этаж – это уже полностью деревянное напольное покрытие, инженерная доска дубовая. Все сделано по всей площади второго этажа в единой плоскости. Еще одно решение, которое я вам уже показывал на доме в Жуковке – это световой плинтус. Еще раз здесь продемонстрирую. Здесь как раз очень хорошо видно, потому что большая площадь по периметру сделана. То есть делается зазор, в нем идет профиль. В этот профиль вставляется светодиодная лента, и она вот здесь вот так светит. Очень красиво, особенно гармонирует это с подсветкой за карнизной потолка. В холле второго этажа образуется еще вот такое пространство, в которое можно поставить дополнительные какие-то кресла. Часто ими, конечно, не пользуются, но зато это дает дополнительного воздуха. Что еще из интересного? Гипсовые 3D-панели белого цвета очень хорошо гармонируют с белыми стенами и дают дополнительный объем, фактуру к помещению. Выглядит очень круто. Нарушим сейчас традицию и мастер-блок оставим напоследок. А сейчас посмотрим все остальные спальни на втором этаже. Это одна из моих любимых спален в этом доме. Во-первых, она смотрит на участок. И очень интересная отделка здесь предложена дизайнерам. В изголовье кровати используются 3D-панели гипсовые. Очень, мне кажется, здорово смотрится. Опять же, дает какой-то дополнительный объем помещению. Вот так ставится кровать. Так смотрим в телевизор, так смотрим на свой участок. Вообще шикарно. Наверху трековые светильники. Дополнительный вывод подсветки можно здесь разместить. Будет дизайнерский светильник. И мимикрирует по треке щелевые решетки для подачи свежего воздуха и системы приточно-вытяжной вентиляции. Плюс также и кондиционирование. Кондиционирование здесь Mitsubishi. Это канальное кондиционирование, то есть сами блоки скрыты. Мы не видим внутренних блоков. И самое интересное, что здесь каждый контур, каждое помещение имеет свой собственный внешний блок. Очень часто так бывает, что в целях экономии несколько внутренних блоков завязывают на один внешний блок. Но это иногда приводит к конфликту между помещениями. Кто-то хочет посильнее, кто-то послабее и не хватает мощности. В данном случае автономное кондиционирование для каждого помещения. В этом доме не предусмотрено никакое умное освещение. Все сделано по классической схеме. Но красивые минималистичные выключатели, розетки. Это компания Schneider, модель Merten D-Life. Вы часто спрашиваете про наименование различных позиций. Буду вам иногда озвучивать. За этой дверью просто шикарнейшая ванна, которая, в принципе, может даже поконкурировать с ванной комнатой в хозяйском блоке. Очень просторная. Есть и отдельно стоящая ванна, тоже NK порцеллоноса, с панорамным окном на участок. Можно немножко приоткрыть здесь в формате откидывания окна. В общем, проветрить, чтобы был свежий воздух. Большая столешница, очень удобная раковина. Можно много всего здесь поставить. Встроенные шкафчики и просто потрясающая душевая кабина. Нельзя назвать это кабиной, это просто душевая. Керамогранит, вот это тоже, кстати, керамогранит. Очень похож на натуральный камень. Хорошее качество рисунка и печати. На самом деле, качество керамогранита проверяется, видно ли точки. Вот здесь практически не видно точек печати. А где же туалет, спросите вы? А я вам покажу. Находится он за отдельной дверью, потому что очень много стекла и, конечно, кого-то это будет смущать. Биде, унитаз, полочка, чтобы что-то поставить, кнопки смыва. Опять же, крупноформатный керамогранит под дерево. А на стенах используется декоративная штукатурка. Очень интересная фактура. И еще богаче она смотрится за счет подсветки, встроенной в пол, которая подсвечивает эту стену. Ну и буквально одним глазком посмотрим гардеробную комнату. Она достаточно просторная. Тоже трековые светильники на потолке. И множество-множество мест для хранения. Эта комната, кстати, могла бы быть использована в качестве комнаты родителей кого-то из супругов. А это уже отдельное детское крыло с тремя спальнями. Начнем с самой маленькой спальни для самого младшего члена семьи. Она самая маленькая из всех, которые здесь, но она при этом 23 метра. Для спальни более чем достаточно. Она продолговатой формы, тоже с окном. Опять же, как и у всех спален, свой санузел. Санузел тоже с окном, но здесь только душевая. И гардеробная комната. Буквально одним глазком и двигаемся дальше. Следующая комната, я бы назвал ее уже подростковой. Она чуть побольше, тоже с большим окном. Вид, конечно, так себе, но до того можно его закрыть любого видами шторы или какими-то жалюзи. Сюда вешается телевизор, сюда ставится кровать. И за счет того, что сделаны двери со скрытой коробкой и облицованы они зеркалом, это дает дополнительное визуальное пространство в этом помещении. За этой дверью санузел. Он еще более просторный. И вот здесь хочу обратить ваше внимание на применение инженерных систем для того, чтобы реализовать стиль минимализма. Сюда вешаем любой минималистичный держатель для полотенец. А здесь встроенный в стену электроподогрев. Регулируется он при помощи вот этого терморегулятора. А летом ты вообще полотенцесушитель этот можешь не включать. В общем, очень классное решение. Мы, кстати, такое решение взяли и в своих домах в качестве стандарта. Инсталляция унитаза. И, кстати, у меня здесь к вам вопрос, друзья. Вот иногда делают так, что над инсталляцией образуется полочка, на которой можно расставить различные аксессуары, что-нибудь там типа ароматизирующих палочек. А иногда зашивают полностью доверху. Вот скажите, пожалуйста, как вам больше нравится? Оставлять полочку или зашивать до потолка? Душевая. Здесь все достаточно типично. Тропический душ, обычный внутрипольный трап. Столешница со встроенной раковиной из акрила, встроенный в стену смеситель. И зеркала, которые одновременно являются еще и полками для хранения. Вот, посмотрите, какое количество вещей здесь можно разместить. Это, кстати, очень удобно. Еще вниз несколько полочек, плюс здесь можно полотенчики разместить. Очень круто. Ну и окно, хоть вид, конечно, тоже не очень на соседние дома, но, соответственно, здесь это можно все так же закрыть какой-нибудь рулонной штурой. Давайте заглянем, чтобы было представление о объеме гардеробной комнаты. Правильной квадратной формы. Очень вместительная. Так, и последняя комната у нас в этом крыле. За этой дверью гардеробная комната. Давайте зайдем просто оценить габариты. Тоже небольшая, но с точки зрения количества возможных полок и шкафов – самое то, что нужно. Все по правилам. И это уже у нас спальня, которая смотрит на переднюю фасаду. Здесь тоже много зелени, большое панорамное остекление, возможность открыть окна на проветривание. В изголовье кровати шпанированные панели, которые практически по всему дому используются. И за этой дверью еще один, получается, санузел уже для этой комнаты. Все достаточно стандартно. Здесь уже душ закрывается. Так что можно там вообще спокойно брызгаться, и ничего не расплескается. Интересный тоже дизайнерский прием. Откосы сделаны не под прямым углом, специально для того, чтобы можно было ходить спокойно и не задевать. Вот здесь это видно. Кабинет находится на втором этаже, но он прямо рядом с лестницей. То есть, по сути, если вдруг гости придут, они сразу поднялись по лестнице и попали в кабинет, минуя жилые зоны. Что я могу сказать? Кабинет правильной формы, просторный, светлый за счет большого окна. Ставится стол. Дополнительно можно какой-нибудь там сделать диванчик, лаундж-зону такой, отдыхать, наслаждаться работой. И работа будет в радость. Давайте теперь наконец-то у нас мастер-блок. Через этот портал мы попадаем в Эндер Мир. Буквально мир хозяев этого дома. Начнем с большого помещения, с самой мастер-спальни. Посмотрите, какое оно огромное. Это 50 квадратных метров пространства, света. Вообще просто шикарно. Кстати, я смотрел визуализации по дизайн-проекту. По этому дому есть полный дизайн-проект с расстановкой мебели, с выбором этой мебели, с выбором дополнительных светильников. Мне очень понравилась здесь кровать, как выглядит. И автор этого проекта Мария Валькович из студии «Минимус» может спокойно дальше довести этот объект до полного уже финишного завершения, доукомплектовать его всей необходимой мебелью и декором. Из хозяйской спальни есть еще выход на террасу. Раскрываем портальные двери. Вот мы буквально уже оказались на улице. Шикарная терраса. Как раз солнышко уже выходит. Сейчас время близко к пяти часам. Как раз с этой террасы можно будет провожать закат. Посмотрите, что ограждения сделаны так же, как и внизу на первом этаже. То есть минималистичные крепления, которые держат стекло, и дальше уже никаких креплений нет. Специально, чтобы не закрывать вид. И еще я вам никогда не рассказывал, как устроены ливнестоки здесь. То есть сделан уклон вовнутрь. То есть все осадки, они текут вовнутрь, чтобы не течь именно по фасаду. И здесь уложены на специальные ножки, вот их здесь видно, плитки из керамогранита, толстого специального для улицы. А внутри уже идет разуклонка. То есть вся вода, которая здесь образуется, она стекается в воронки и через внутренние ливнестоки сливается уже в дренаж и канализацию. И еще удобно то, что часть террасы крытая, поэтому можно здесь находиться при любой погоде. Очень необычно в этом мастер-блоке сделан хозяйский санузел. Он, по сути, не отделен какими-то перегородками, и это, возможно, для кого-то из покупателей будет возражением. Это все легко решается. Можно продлить стену, сделать дверь, убрать вот эти шкафы, и будет отдельное помещение. Но, мне кажется, с точки зрения дизайна, это уникальное решение, которое я еще не встречал. Здесь мы зажигали камин, такой же, как на первом этаже, и выглядит это просто шикарно. Ну и, собственно, про саму ванную комнату. Отдельно стоящая ванна. Там, конечно, соседи, но она находится напротив стены, а по бокам есть два больших окна, через которые соседи уже никак тебя не увидят. И огромная просто душевая. Вот можно тут вот прям ходить, да? Очень удобно. В самом центре установлено стекло, чтобы не брызгалось. Туда уже будет долетать в меньшей степени. Сзади, за спиной вот такое интересное решение. Акцентный синий цвет, похожий на что-то а-ля агат. Мне кажется, выглядит супер. Друзья, а вам нравится, когда делается необычный, очень яркий цветовой акцент в ванных комнатах. Ну, конечно, в такой открытой ванной комнате нужно где-то уединиться, и это можно сделать здесь шикарное место для ваших сокровенных дел. По этой стенке большое зеркало. Дизайнер здесь максимально далеко разнес раковины. Супруги друг друга локтями не будут задевать однозначно. И что же, вы думаете, находится за этой дверью? А здесь просто максимальных размеров гардеробная комната. Она 40 квадратных метров. Вот так обойдем по кругу. Везде шкафы, окна. Вот здесь вот можно кучу всего развесить, расставить. Здесь тоже повторяется с этой стороны зеркальная стена. И еще зеркальные двери. Двери открываются, и это дополнительная возможность выйти из хозяйского блока. Например, кто-то из супругов раньше встал, пошел в ванную. Дальше через гардеробную вышел уже в основную часть дома. Вы думаете, это все? Нет, друзья. В хозяйском блоке есть неожиданное помещение, которое называется хозяйская гостиная. Это по плану комната отдыха. Здесь расставляется мягкая мебель, тоже есть телевизор свой. Но это помещение чисто для хозяев. Сюда доступ для гостей или других членов семьи уже не предусмотрен. Своё собственное личное пространство. Или эту комнату можно задействовать под хобби хозяев. Давайте еще небольшую экскурсию проведу по дополнительному строению. Напомню, что оно 107 метров. У него есть отдельный вход через эти ворота. И попадаем мы в дополнительный гараж на еще два машины места. То есть всего четыре машины места для этого дома. Плюс вот помните, сколько еще мест для парковки гостевого автотранспорта. Здесь еще, конечно, наводится дополнительный марафет. Так что не обращайте внимания на творческий беспорядок. Но все равно хочу вам показать структуру этого строения. Здесь отдельный вход и небольшой тамбур за стеклянной дверью. И мы попадаем уже в помещение для обслуживающего персонала. Здесь две небольшие комнаты. Одну вам покажу. Вторая примерно такая же по площади. Площадь ее 14 квадратных метров. И на эти два помещения еще и свой собственный санузел. А вот здесь за углом находится котельная, которая обогревает и дополнительные строения, и весь дом. Давайте туда тоже заглянем. Очень многим покупателям нравится, когда котельная находится в отдельном помещении. И здесь именно так это и реализовано. Все сделано по инженерному фэншую. Все группы, все насосы подписаны. Все сварено из меди. Большой бойлер. Хватит на то, чтобы вся семья одновременно мылась. Два котла по 130 киловатт каждый. И не надо будет бояться, что даже в минус 35 градусов мороза здесь будет в этом доме холодно. Друзья, спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Я надеюсь, мне удалось сделать так, чтобы вы не заскучали. Если вы уже смотрите канал, то, очевидно, вы уже подписаны. Если нет, то обязательно подпишитесь, поставьте колокольчик. А также заходите на мой телеграм-канал, где я делюсь огромным количеством полезной информации. С вами был Алексей Аверьянов, канал о недвижимости и строительстве ВДТ. Владейте, двигайтесь, творите. Пока-пока. И, конечно же, самое крутое помещение на первом этаже – это бассейн. Леш, Леш! Леш, Леш! Кипец! Кипец! Ты чего?! Я просто гриф отрываю, да? Слушайте, опасная работа, блин. У тебя там по пояс все нормально. Выходи! Давай! Что там, ловите, двигайте, творите, да? Пока-пока. Блин, а… Слушай, ничего, придется еще раз приезжать, мне кажется, да? Что-либо? Блин, а! Кипец. Субтитры создавал DimaTorzok